Основная причина компенсационных задержек связана с тем, что далеко не все жители поселка Мирный, впрочем, как и улицы Гастелла, а также ряда других затопленных районов на момент наводнения не были зарегистрированы в своих домах. Вся надежда на суд 379 решений уже вынесена. Из них 239 решений было вынесено по искам, поданным администрацией города, 140 вынесено по искам, поданным гражданам. 110 решений вынесено по поселку Мирный, то есть 110 уже есть. В настоящее время в производстве суда находится 31 исковое заявление конкретно по поселку Мирный. Анатолий Пахомов пообещал ускорить процедуру рассмотрения этих дел до 15 августа. Более того, по 57 случаям решения судов уже есть, однако пока люди, положенные им деньги, не получили. Глава города поручил написать обращение на имя первого вице-губернатора Краснодарского края Джамбулата Хотова с просьбой ускорить этот процесс по линии ГО и ЧС. На выходных Валентина Николаевна со своими коллегами рассмотрит, так и понедельник они должны получить, так? Вот надо к этому стремиться. Напомним, что по инициативе в Рио губернатора Кубани Вениамина Кондратьева семья, которая в результате наводнения потеряла все свое имущество, может получить по 100 тысяч рублей на человека. Деньги выделяются из краевого бюджета, но город Сочи тоже не остается безучастным. Пожертвования сочинцев перечисляются на специальный счет Красного Креста. Большую часть этих средств составил однодневный заработок работников городской, районных администраций, а также сотрудников социальных служб и учителей. Это более 5 миллионов рублей. 3 миллиона 350 тысяч уже выплачены, 2 миллиона 200 тысяч будут распределены в ближайшее время. Что же касается выплат по линии Красного Креста, эти люди определены самим советом, что на мой взгляд наиболее честно и справедливо. Также речь шла и о многочисленных незаконных подключениях к существующим подземным коммуникациям, которые из-за возросших нагрузок на нерассчитанные для этого сети во многом спровоцировали ЧП 25 июня. Я дал команду сегодня Александру Александровичу к главе и отключайте просто от воды всех тех, кто незаконно врезался. Понятно это? Кто вообще сливает фига. Расрешите по этому. Да, это уже сегодня я на планерке давал соответствующее поручение. Водоканал должен вместе с групповым водопроводом выяснить всех тех, кто сбрасывает в канал, кто сбрасывает. Это то, что нам потом... Это люди, которые просто не понимают, что творят. Анатолий Пахомов отметил, что решение проблем поселка Мирный во многом зависит от инициатив самих жителей. Спасибо, что вы постоянно с нами были за это время. Постоянно ходите, проверяете. Мы выражаем свое спасибо вам. То есть вы нас не кинули. Спасибо вам потом. Нет, уже видно, что работа идет вперед. Если говорить о перспективах, то наводнение лучше предупреждать, чем с ним бороться. Поэтому Общественному совету поселка Мирный было предложено принять участие в подготовке технического задания по проектированию новой системы водоотведения в районе. Удовольствия не из дешевых – около 2 миллионов рублей. Сэкономить деньги помогут местные жители, которые не хуже специалистов водоканала, разбираются в проблемных точках своего района. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.